здравствуйте дорогие друзья мы в санкт-петербурге в районе новой голландии и сейчас я зашла в магазине в котором увидела вот такие прекрасные елочные украшения новогодние это все ручная работа просто ради любопытства я заглянула два небольших зайчика пока больших елочных пазаров я не увидела но город уже к новому году украшается и хотя еще не больших морозов и большого снега но тем не менее вот эти новогодние украшения уже создают какую-то атмосферу и конечно каждый хоть немного но как-то украшает свой дом у кого-то это елки у кого-то еловые лапки у кого-то искусственные елки я смотрю в городе уже тоже ставят искусственные ели не знаю будет ли в этом году ели натуральные сложно сказать вот некоторые шары мы видим даже санкт-петербургом а во втором зале можно увидеть коллекцию игрушек советского периода кто-то бережно сохранил возможно собрал вот такой интересный украшенный зал в стиле хохломы и можно увидеть современные и старинные ну как старинные советские скорее всего хотя вот эти вот из ваты может быть даже еще более ранние игрушки очень здорово конечно когда все это сохраняется и передается из поколения в поколение вот тут вот какие-то современные стеклянные коллекционные игрушки тоже тематические это все можно зайти и бесплатно посмотреть как мне сказали даже есть там мастер-классы по росписи а вот эта коллекция посвященная чиполина а все семейства которые мы помним сказки сеньоры помидоры из вишенки деда морозы которые тоже бывают разные из ваты и и пластиковые а вот такая елочка даже у меня была с такими крохотными игрушками стеклянными тоже и пластиковыми в виде лимончиков и вот такие интересные стеклярусы там звезды и даже похоже на макушку вот игрушки они были конечно бьющиеся поэтому не все долгие года выдерживали особенно если в семье есть маленькие дети и животные а ты любит в чем играть вот такие звезды вообще все это очень мило когда все это сохраняется ну конечно для этого как правило нужна большая елка мы уже достаточно давно больших елок не ставим а если это веточки то вряд ли все игрушки вся коллекция туда поместятся могут какие-то фрукты они бывают на ниточках на веревочках на прищепках вот опять же тематически интересные а вот уже пошла тема космоса ракеты звезды различных форм покорений а пингвины там что-то вот такой стеклярусом я тоже помню своего детства какие-то такие интересные подвески из трубочек вот так вот собирающиеся довольно все это любопытно вообще такой был интересным дизайн пусть это была не штамповка это явно все вручную собирали вот опять ручные такие шары и сувенирные с видами санкт-петербурга маски сейчас как-то карнавала редко бывают а вообще великолепная такая была традиция устраивать спектакли представление разыгрывать сказки с масками такие интересные украшения с шампанским все это довольно мило посмотреть я думаю конечно же это будет наверное интересно детям это прямо а у новой голландии если вы приедете посмотреть остров новой голландии два входа один ближе площади труда другой подальше и вот между этими двумя входами в новую голландию ближе к скорее даже к дальнему входу от площади труда вот находится вот этот вот магазинчик как-то он назывался что-то с ремеслами такое на набережной круштейна если ее не перен не переименовали то это так называется ну и далее можно прогуляться вдоль канала смотреть вечерний город вот как он украшен и новая голландия тоже очень сейчас активно посещается и молодыми и взрослыми там есть площадки для детей поэтому я думаю что просто приходят люди кто живут вот каток как мы видим открыли он уже работает не сказались середины ноября с 14 числа и хотя еще тепло сейчас плюс но у котов он все равно лед там замерзает и довольно много желающих покататься вот сейчас мы подходим катку тут сеансы определенные и покупаешь время на час зависимости от времени когда ты решишь покататься будут и различная стоимость отдельно стоимость как коньков если ты берешь их на прокат есть отдельно услуга заточки как коньков довольно много народу ну как можно видеть разные люди по разному разного уровня катания так скажем если вы плохо катаетесь вы можете дать взять даже специальные такие подставочки которые вас будут страховать вот такие мишки там кто-то вот вы если увидите вот там или дети или взрослые с такими зверюшками впереди толкают такую зверюшку с ручками можно на нее опереться если ты не уверен во владении коньков это происходит под музыку ну и когда заканчивать сеанс людей просят покинуть лед и лед снова так сказать подрастапливают чтобы он снова был был идеальным потому что конечно люди его портит так скажем коньками он становится ребристой и можно пройтись по новой голландии посмотреть как ее продолжают реставрировать ее потихонечку потихонечку доводят ума поскольку это достаточно большой остров со всех сторон он окружен водой достаточно много зданий которые находились не очень хорошем состоянии я не знаю там были склады ли какие-то военные учреждения а сейчас он бесплатно открыт для публики тут есть различные места но для развлечений типа как каток проходят концерты есть лекции об искусстве о культуре есть кафе ресторана вот это вот помещение справа увидели такие круглые это туалет который под землей находится такие стеклянные свету они на поверхности такие помещения туалет собственно спускаться вниз есть security все время ходит то есть следят за порядком играет музыка в зависимости от сезона есть какие-то на открытом воздухе стулья кресла но сейчас все конечно убрано поскольку он холодно но и видимо какие то есть предписание связи страну с карантином как сейчас такой у нас не жесткий поскольку вот все гуляют таки катаются но тем не менее предписание есть на скамейке там тоже как-то нельзя сидеть любой отдельные детали вот вы видите игрушечки вот они именно для того чтобы толкать им впереди себя если ты не умеешь кататься вот эти пингвинчики смешные ну вот сейчас закончился сезон катания смысле не сезон а вот это время часовое я снимала вечером субботу в районе наверное 9 часов и было достаточно много народу вообще кажется до 11 работают выходные дни заведением на имеете ввиду кафе рестораны а это вот такой вот прямо открытый огонь можно погреться их не знаю можно ли что-то пожарить но прямо вот туда трава подкидывают и можно погреть руки и просто дымком подышать кому захочется а вот это вот я не знаю вот что здесь будут когда это замерзла замерзнет вот этот вот кусок воды который находится на территории новой голландии будет ли там каток скорее всего нет то есть каток вот есть искусственные видимо за ним ты и будут ухаживать опустят ли они туда публику но сомневаюсь потому что все таки это наверное вода это опасно а вот это вот остов корабля это сделано для детей такая конструкция там можно ползать залезать на ней и вот там далее тоже можно будет видеть вот этот вот остов корабля ну сейчас он закрыт а вообще летом это такие открытые площадки для детей где дети могут лазить вот тут вот сейчас пока для детей что осталось вот эти вот качелики такие вот горочки и вот видите вот человечек нарисован чтобы садились на скамейке чтобы садились слева и справа внутри чтобы как соблюдали дистанцию продолжают эти ремонты голландии но тем не менее уже большая часть ее отреставрирована что конечно радует конечно это огромная территория и привести чувство конечно требует достаточно больших вложений ходит разговоры что тут будет филиал музей гараж московского поскольку вообще новой голландии занимается наш олигарх роман абрамович а даша жукова который занимается музеем гараж в общем-то видимо тоже включена в этот процесс и это было бы что-то интересным потас поскольку явно культурные проекты достаточно любопытные здесь появляются вот такой вот проход есть на середину воды но сейчас он видимо тоже закрыт вот народ вечером даже играет в шахматы погода наверно около нуля но когда нет ветра то в общем то как там кажется еще достаточно тепло вот сделали вот здесь справа вы увидите такую аллею растений интересные растения сейчас модно различные травы такие здесь кустарники они поддерживаются в таком тоже хорошем состоянии здесь так с любовью занимаются этим ландшафтом включая освещение это конечно всегда приятно ну вот сейчас конечно основной аттракцион это вот этот каток ну вот на деревьях даже пока есть листья китайские яблочки скамеечки ну сейчас конечно довольно быстро уже темнеет уже ближе наверное пяти часам уже практически темно но днем солнечный день я думаю что здесь тоже очень приятно прогуляться ну и даже когда темно в общем то здесь везде видеокамеры security и конечно это место является безопасным и на входе security два входа здесь есть студия балета дианы вишневой я видела йога студии дизайнерские магазины вот здесь вот что-то я думаю еще что-то новое открыла то есть с каждым интервалом времени открываются какие-то новые ресторанчике поскольку совсем недалеко и мариинский театр и исаакиевская площадь и конечно люди сюда про приходит прогуливаться очень красивое место а это вот светящийся машинка она как раз выравнивает лед видимо она его как бы подтапливает вот после ее прохода лед стану как он подтапливается водой и тут же он видимо замерзает и получается идеальная поверхность ну далее вот я немножко решила прогуляться это вот такой большой газон с травами сейчас конечно когда уже темно хуже видны какие-то детали здесь есть открытые ресторанчики конечно летом хорошую погоду здесь очень много людей ну и сейчас вот если заглянуть в ресторанчики то тоже сидят сидят люди и на улице тоже сидят не все хотят быть сейчас в помещениях это ресторанчик называется кузня невозможно действительно исторически там и была кузня эти вот травы на самом деле такой газон сделан из таких различных видов таких травянистых растений довольно живописный летом но вот они его тоже сейчас не скосили он такой как с ластой стоит себе и ждет видимо следующего сезона ну а тут вот сидят люди как вы видите горят огонечки это вот такой павильон где проходят лекции а вот это вот круглое здание называется интересно бутылка и здесь когда-то была тюрьма вот это здание это здание тюрьмы внутри круглый вход здание имеет круглый круглая сама по себе и интересное выражение лезть в бутылку оказывается не столько относится напрямую к пьянству а имелость ввиду всегда не провоцируй иначе попадешь в эту тюрьму бутылку это вот ценное катание на катке вот можно там видеть по 290 по-моему до 490 там для детей подешевле ну вот можно пройти в ресторанчике а вот это как раз круглый дворик бывшей тюрьмы бутылки где сейчас находится посредине сцена где проходят какие-то концерты и тоже вот здесь дворик он открытый open air и летом опять же сидят люди прямо внутри двора за столиками но сейчас конечно в связи с карантином многие мероприятия видимо сокращены и вот опять мы видим вот эти вот дымящиеся даже не знаю как их назвать с дровишками такие вот штуки которые в которых дрова горят там вот огонь от них тепло идет внизу лежат дровишки подкидываются ну и вот можно погреть ручки постоять рядышком я не знаю если что то есть может быть можно и поджарить и вот такие чешские сладости вот здесь делают кто был в чехе тот знает вот там они на палочках тоже готовят как там они называются я уже забыла и вот ребята тоже с различными добавками можно купить чашку кофе а труд так как же он называется не выговорить кто был в чехе тут догадается это вот на такую круглую деревянную палочку накручивается тесто и она так пропекается и вот опять вот эти вот не знаю как их назвать кострища кострища живыми дровами с дымком и вот опять на скамеечках человечки которые напоминают что сейчас нельзя прижиматься к друг другу а надо сидеть на расстоянии ну вот при гулянии у нас не требуются маски маски требуются если ты заходишь в магазин помещение ну в ресторанах люди вроде как тоже кушают сидят без маски ну вроде как зайти ты должен маски так это мой зверь на самом деле мы нарушили правила и собак ну а мне правда собака в сумочке ее практически не видно но прогулку я совершаю с собакой да вот она сидит а вообще с животными нельзя проходить на новую Голландию ну и вот теперь мы идем в сторону Исаакиевской площади как вы видите на улицах пока снега нет сухо градуса наверное 3 тепла трава еще зелененькая даже нету дождя ну вот так вот такая подсветка острова Новая Голландия а это вот площадь труда ну и снова мы в центре города тут ну это просто мое любимое место это мост между Петроградской и Васильевским островом я обожаю это место часто довольно здесь гуляю спасибо вам за внимание спасибо что совершили со мной эту прогулку по вечернему городу и вот сейчас снова мы немножко прокатимся с ветерком мемороастральных колонн мемороастральных колонн санкт-петербург конечно прекрасен в любое время года ну кто боится мороза конечно лучше его смотреть летом или даже весной или осенью вот сейчас мы едем по университетской набережной можно видеть и шпиль адмиралтейства и исаакиевский собор как вы видите вся набережная подсвечена с двух сторон а это мои работы которые посвящены санкт-петербург я напомню что я художник вписи фарфором керамикой поэтому кому интересно пожалуйста подписывайтесь и на мои художественные каналы спасибо вам за внимание ссылочки на каналы можно будет увидеть внизу под видео всего доброго до новых встреч с вами была Светлана Романова пока-пока субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok